Всем привет, с вами Андрей Чент, и это новый выпуск Один за всех, где о новой истории, новая порция трешнячка. Садитесь, ложитесь, берите себе что-то вкусненькое, и мы сегодня с вами будем смотреть Неравный брак. Я так понимаю, что кто-то кого-то старше, и, наверное, он младше. Я думаю, она старше. Это более необычно, да? Как это? Давайте смотреть. Добрый вечер, в эфире проект Один за всех. Меня зовут Дмитрий Карпачев. У нас только правдивые истории, которые никого не остаются. Хотя, может быть, он дед, а она молодая детка, которая закончила только школу. Когда в нас родился хлопчик, я бы его назвал партюшкой. Что ты с ним? Как бы девочка. Что это с его лицом? Снежа. Вот уже несколько лет эта пара шокирует все село Савчуки, Ровенской области. 48-летняя Люба старше своего мужа Сергея на 25 лет. А я в шате живу. А, типа она как мать ему, в принципе. Да, она в шате. Во всей тут в шате. У Любы уже есть пятеро детей, а 23-летний Сережа – ее третий избранник. Но поражает односельчан совсем другое. Во имя любви Сергей творит безумные вещи. Эти жуткие ожоги он нанес себе сам. А, это он сам себя обжег? На глазах у жены он облил себя бензином и поднес спичку. Свой поступок он объяснил тем, что ради любимой готов на все. Я говорю, Люба, ядрит ты психопат. Я коза тебе под огонь и воду. Она мне не верила. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию. Но в первый же день Сережа сбежал оттуда. Ведь без любимой он не может прожить ни дня. Ожоги на теле гниют. Но Сережа ни разу не пожалел о своем поступке. Ты знаешь, что ты так и срубил, такой ценой, чтобы заради меня. Это так себя подпалить, усмолить. Это тоже. Узнав о том, что Сережа с собой сделал, его родственники и односельчане забили тревогу. Они уверены, что эта Люба, играя на его чувствах, спровоцировала этот ужасный поступок. И одним самосожжением для Сережи дело не закончится. У Сережи из головы проблемы. Ну, можливо, у его женки. Молодого хлопца спорь туда. Лучше бы поехала. А до этого он был вообще, как бы, подавал надежды. И был, ну, честно, для меня, типа, ну, не то, что она испортила. Он, судя по всему, и до этого с головой не дружил. Как бы, я даже сейчас на него смотрю, какой-то такой он. Немного не из этой планеты. Сегодня в нашей студии соберутся родные и друзья Сергея. А мы попытаемся понять, что на самом деле связывает взрослую женщину и парня, который младше ее на четверть века. Действительно ли рядом с женой Сергею угрожает опасность? Какую правду от него скрывает Люба? И что изменится в их отношениях после того, как он ее узнает? Разобраться в этой истории нам помогут наши эксперты. Телеведущая мама Снежана Егорова. Криминолог, психолог Юрий Ирхин. Телеведущая мама Татьяна Литвинова. Хореограф Влад Яма. Психолог Наталья Холоденко. И юрист Тарас Беспалый. Старший брат Василий был поражен, когда узнал, что Сергей пытался сам себя сжечь. Он уверен, что его на это спровоцировали. И главным подстрекателем выступила жена Сергея Люба. Василий Яцин. Здравствуйте, Василий. Прошу, присаживайтесь. Вы могли себе представить, что ваш брат сделает такое? Нет, я в Швеции был. Он как связался с этой женщиной, я познакомился. Он сгибался сам не своей. Он раньше был совсем не такой. Это магия. Спокойнейший, он много помогал нам. Я ему дешево подсказал. Он мне такой. Я детей мог оставить на него. Но может быть, потому что у него появилась семья? Другая семья? Вы хотите сказать, что семья у нас столько роков старшая женщина, что у нее очень много, очень плохо ходят. Что вы о ней слышали? Что у нее был человек, что у нее пятого детей. Ну, подобно тянется к подобному. Что у нее он не первый. Что у нее дочка такая самая, как миссия и брат. То есть у нее дочь есть, которая столько же лет, сколько вашему брату? Да. А вы хотели, чтобы... Я хочу, чтобы я нашел себе нормальную девчину. Хоть на пять лет и стал, на два, на три. Но не на столько. А вы с братом об этом говорили? Вы у него спрашивали, зачем тебе это? Что он вам говорил? Я люблю. Это моя семья и не мешает с ним. Я их захочу, так буду жить. Что вас в этих отношениях пугает? Почему вы вот так настойчиво противитесь тому, чтобы ваш брат был счастлив? Мне счастливость с ним не будет. Почему? Потому что она его уже не первый раз догадывает до такого. Это она его дарила? Это все заради нее. Он хочет доказать, что он не сильно любит. По психопат. А что, он еще раз пытался себя поджечь? Он их себе не вскрыт. Вы откуда об этом знаете? По психопатам. Как и бачил. Они его запранили. А скажите, как ваш брат себя сейчас чувствует? Я его не видел. Он был почти в критичном стане. Он даже не хотел говорить про это. Он в техниках. Зачем? Не знаю. Вы же с братом общались после этого случая? Нет, я же не знаю. Зачем? Все, как он с нами познакомился. Вы у него спрашивали, зачем он это сделал? Почему? Он сказал, что мы поссорились. Он не хотел доказать, что он не любит. Почему ему... Я тебе люблю подарить цветы, взять какой-то подарок. Банально. Подожгу себе. Просто. Ему надо всегда доказывать, что он ее любит. Она что, сомневается в этом? Упрекает его в том, что она его не любит? Она ему часто доказывает, что она может пить я веню. То есть она ему намекает, что уйдет, а он всячески пытается... Он себя поджигает. Да. Как эта женщина появилась в жизни вашей семьи? Он съездил на заработки и с ней познакомился. А как она оказалась в вашем селе? Он ее появил. Представлю, это любая. Моя подошка. У них зарегистрированы отношения? То есть они официально муж и жена? Да. Вы на свадьбе были? Да. Еще подарок сделал. А вы пытались как-то отговорить брата? Пытался, и я пытался, и соседи все ему казали, и друзей. Он категорично против был. Я хочу, чтобы у него судьба была нормальная. Это как? Став нормальной человеком. Чтобы сам себе не доводить до союзидов. Так это же треба пролючиться. Мозгоправо. Скажите, где он живет теперь? Ему дали на время пожить. В другой хате. Почему он не живет с вами? Ну, он меня покинул. Он самостоятельно живет, или как? Сегодня у нас в студии есть одноклассник и друг Сергея. Сергея Юрий Станиславчук. Который в одном селе, в одном классе учились, все. Он был нормальным, все. И работу помогал делать, и Васюве. И нам даже приходил помогать. А когда стал с ней жить, он никому ничего... То есть вы расстроились из-за того, что он перестал всем бесплатно помогать, да? Не-не-не, он не бесплатно. Он придет, поможет. А мы шли, и ему помогали. Он нормально все был до нее. Она его сталкивает, и там говорит, что я от тебя уйду. А он начинает веревки брать, и лезвия, и ножи. Когда даже они расписались, я специально от работы отпросился, и приехал в село ему трошки потолковать, сказать, что ты робишь. Потому что я постоянно ему это говорил. Бо она уже сильно что-то на него влияет. Почему, я не могу сказать. А вы не боитесь, что она и на вас начнет влиять? Не знаю. Но он же тоже раньше был нормальным, да? И вы сейчас нормальный. Смотрите. Нет, ну не боитесь? Не, не боюсь. Почему? Потому что меня так в селе преважно нет. А если был бы, то боялся бы. А вы с Любой лично знакомы? Как-то знакомился, да. Какая она, расскажите. Ну, она вот любит пить, курить. Ей, когда вот плохо, она говорит до Сережи, иди поработай и купи бутылку, чтобы мне было нормально. А до этого он не выпивал, да? Ну, хай він 50 грамм выпьет. Ну, не так, как он сейчас начал пить с ней. А сейчас 150. Мы тоже прекрасно все в селе знаем, друзья все знаем, кто она такая есть. Воно, когда была в Днепропетровске на работе, за нее один парень, 19 или 21 год, точно не помню, скрыл вены. Роковая женщина просто. Пиковая дама. Черная вдова. То есть, она роковая женщина. Да. Она с ним не может быть по одной причине, потому что она к другому все равно уйдет. Сам Сергей Яцев утверждает, что не требует никакой помощи от родственников. И облил себя бензином совершенно осознанно. Давайте узнаем, зачем он это сделал. Я вечный огонь. Сергей Яцев. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Прошу, присаживайтесь. Ваш брат, ученья вас беспокоится. А вас беспокоится ваш бывший одноклассник. Я хочу, чтобы они меня все оставили спокойно, чтобы не вмешивались в мою семью. Чем она вообще привлекла ваше внимание? Я ее дорогой ценой добился. У меня до того любови не было никакой. Ни с кем. Почему в нее влюбились? Она больше уважает до меня. Ухаживает со мной. Как? У меня нет родителей. Она замещает. Мать, родители. Хорошо, готовы. Мать замещает. Она неплохая. Короче, чувак нашел себе мамку. Ну, наверное. Но... Она мне заменяет мать. Прикинь, нашел жену, чтобы заменяла мать. Да. Почему именно она? Неужели у вас в селе не было девушек, которые тоже умеют готовить? Тоже способны о вас позаботиться? У меня таких отношений не было. Я правильно понимаю, что Люба это первая женщина, с которой у вас был сексуальный опыт? Да. Вы же понимаете, что она старше вас на 25 лет? За то, что она вытворяет. Какое будущее вы с ней видите? Там не в осусти дела, не в летах. А в чем? В любови. В любви? Да. Если бы я ее не любил, я бы с ней не любил. Я бы с ней не поджог. И этого я бы не добивал бы. А подожгли себя тоже из-за нее? Да. Я доказал, что я лично ее люблю. А зачем ей? Ты доказал, что ты психопат. Это нужно доказывать. Она думала, что я ее могу кинуть, там придет какое-то время, год или два. Но я доказал свое. Теперь она вам верит? Теперь верит. Как это происходило? Она вам говорит, не верю. Я считаю, что ты уйдешь от меня через два года. А вы ей, я сейчас докажу. Пошли, облили тебя бензином, подожгли? Нет. 27-го мы немножко поссорились с ней. В семье не без того. Мы можем поссориться раз на два месяца. Что было дальше? Когда я горел, мне никто не прибег, не меня тушить. А лично моя жена меня затушила, меня спасла. Вы это сделали у нее на глазах? Да. Ну так логично, что она тебя и тушила. А что должен тут другой бежать? Она была в хате. Я выяснил, она смотрит, я все говорю. Она давай сразу ладонь меня тащить. То, что мы видим, это вызывает действительно изумление и шок. У моей тети была подруга, которая так любила своего мужа безумно. А он был, нужно сказать, красавец, который пользовался бешеной популярностью у женщин. Когда она узнала, что он может уйти от нее, из семьи, она спланировала самоубийство. Она слышала, что он возвращается с работы. И в тот момент, когда он в замочную скважину вставил ключ, она повесилась. А когда он зашел и увидел ее висящую, он вынул ее из петли, вызвал скорую, ее откачали. И потом, когда уже стало известно, что она это сделала спланированно, чтобы он ее спас. И когда ей говорили, подожди секундочку, а если бы он, вставив ключ, вышла соседка, отвлекла его поговорить о хлебе, о природе или еще о чем-то. И он не зашел так быстро. Она говорит, об этом я не подумала. То есть я была уверена, что он войдет и меня спасет. И будет всегда испытывать чувство вины. И будет понимать, как сильно я его люблю, что я готова рассказать за жизнью ради него. Это абсолютно реальная история. Вот здесь я вижу, что человек готов объяснить ей, готов объяснить обществу, что он ее так любит, что хочет быть именно с ней. Давайте послушаем, как об этом рассказывает ваша жена, о том, что она видела. Как вы вообще себя чувствуете после этого? Хорошо. Я себя чувствую. Хорошо? Да. Наши журналисты взяли интервью у вашего лечащего врача. Давайте послушаем, что он говорит. Сделал себе косметическую процедуру. С 91-го року народжения поступил диагнозом термический опух, опух полумьям лица, шии, кистей правой и левой рук, 2-го, 3-го ступень. Проведено ему 2 операции провинно-хирургической обработки ран. Хорий переведенный в среднем отделения интенсивной терапии в травматологическое отделение. Ну, а скажите, вы зачем из больницы сбежали? Потому что я сбежал, получил великий шок. Сам. У меня сломано на вокзале. Куда вы вообще пошли? Ехать домой. Жене? Да. За ранами, которые вы себе нанесли необходимый уход. Кто вам помогает с этим? Женка. Ухаживай со мной все, как лекарь написал, она все работает. Почитай, милосы. Почитай. Почитай, молоденький, чуть-чуть помажем. Просто, что я не болячий, я работаю правильнее. Терпи. Не болячий? Нет. Не печет? Нет. А почему не болячий? Ну, ты терпи. Еще тут трошечки. Да. По психопатах. Все будет хорошо. Да. ГРОС КАШИahaha Да ты знаешь, что ты сделаешь так и цену, чтобы, с yards задать его мне?.. А, видимо, тебе рек Rosa, это ты, как ты груст поднял меня себя? Ой, ты так... Porter-наприк? Вау!!! Я бачил, когда ты горел, мне сказалось временами, что ты горел в виде сердца Укуняться. Мне было тоже больно, а тоже Мне это очень слазко было Это мужчина и женщина, это любовь, она вот такая странная, людям непонятная, но это действительно так. Вот знаешь, даже из того, что говоришь ты, это не про любовь, это про зависимость. Безусловно. Это про невроз, невротическое состояние. Дима, но любовь бывает как зависимость. Это вот такая любовь. Вот так он ее понимает. Если он не видел другой любви безвозмездной, любви матери к ребенку или ребенка к матери, которая поднимает чувства всех людей, то он знает ее такой. Я бы хотел, чтобы вы допустили хотя бы мысль, что, ну, мало ли что случится завтра, но вам нужно жить, у вас не 9 жизней. И жизнь это тот дар, который нам дается свыше, самый-самый-самый ценный. Сережа, скажите, а вы часто с женой выпиваете? Потому что село говорит, что якобы она вас спаивает, и что она алкоголичка, и что вы работаете только для того, чтобы вместе напиться и потом устраивать дебош. Нет. По внешнему виду, по женщине видно, что, наверное, она не злоупотребляет спиртными напитками. То есть голословно утверждать, что она пьет, наверное, нет оснований. А, Сергей, вы хотите общих детей? Хочу. А ваша жена как к этому относится? Точно хочет, да. Что все добре налагодится. Что нам не будут люди советовать. Что у нас все будет слагодиться, и все будет добре. В вашем браке. Давайте послушаем. Гуляща вона. Вона уже не з одним Сергеем жила, уже и в сусідньому селі, и в одному, и в другом вона жила. Так, это бьешь. Числовцями, чимужими мужчинами, не з одним не может жити. Бьешь. Мені 45 років, а вона ще за мене старша. Так, це буде йому як дитина його. Село взагалі. Ну, дивно. Просто дивно. У нас такого ще не було. Ну, як він був сам, він там йде по селі поспіває. Так, його ніхто не чіпає. Він собі пішов до хати і веде спокійний образ життя. А так же, як появилась вона, вже там починаються крики, сварки. Ну, не хороший образ життя разом з нею. Це не любов. Ну, і вигідно для неї, що є в ньому, тоже не можу сказати. Адам, Моисей? Почему Настя? Почему не Ева? Адам, Моисей і Настя? А ще є двоє взрослых дітей, да? Да, да. А як їх звуть? Наташа і Таня. Эти п'ятеро дітей від одного мужчини. Як-то, знаєте, Наташа, Таня, Настя, а мужикам повезло більше. Моисей і Адам. А почему ваш брату ж днём в тому, що вони гуляща? Коли я її привіз до зроботи, ми познакомились. Він приїхав до мого друга Колі. Ми сиділи, вечеряли. І після того він сказав, що ти в нього влюбився. Ти смішний? Я не смішний. І ще я... Коля, було таке? Я вже зараз цього не пам'ятаю, бо це вже було досить давно. Пустите. А хто це, я прошу прощення? Ну а скажіть, це в принципі могло произойти? Мог Василий влюбиться в любовь, жінчину, своєго брата? Не думаю. А почему? Вона настільки плаха собой? У нього є джинка, є двоє дітей. Не мир. Думаєш, які інтересні персонажи. Не всегда це останавливає. Тобто, по суті, ваш брат вам завидує і тому наговариває? Ну да. А вот эти жінчини, ч'є мнение мы слышали, вони вам теж завидують? Вони мені не завидують. Коли я був здоровий, я їм допомагав, вони все йдуть проти мене. Сереж, а розкажи, будь ласка, як ти з ним познакомився? Я був на роботі в Дніпропетровську. І на роботі у вас вже роман закрутился? Не, я приїхав додому, почали зробиватися, і я приїхав і її збрав до себе. Я так і не зрозуміло. Був в Дніпропетровську, приїхав до себе, забрав їх. А жили вначале, де? Як ви жили? Ми сімі жили перше в мого друга, там в мого друга жили в полі. Нас прийнял і прийнялось. А це ось у вас там тройничок був? Його мати, тетя Дуся. Тетя Дуся? Було, що жили в Лісі. Вони ще в місці жили. Почему? Сестра каже, брат, ти сама жити, приходи, живи, а її що не було. Василей, це правда? Ви вигнали... Я його не вигоняв. А почему? Я тобі сказав, ти живи сам, але щоб її в хозяйстві не було. По сути, так це і називається. Тобто ви поставили ультиматум. Либо він один, либо він с ней, але в іншому місці. Ви ж в одному домі живете, у вас на двох, получается, хата? Батьків немає, так? Да. Тобто хата на двох. Да. У вас своя родина, сем'я. Да. Він має право на свою сем'ю в вашій хаті? Тобто це все село. Ну при чому тут село? Я за вашу родину, я за вашу сем'ю питаю. Ви фактично лишили його права, распоряження, його імущество так, як він посвітає нужным. Тобто у него є ровно половина. Да. І за своєї половиною він має право делать все, що угодно. Тобто он може прийти і жить, да? Хоч с цыганями. Абсолютно согласен. Він іжев сам там. Але чому він не має право жить на своєй половині? С всіх життєв, який він выбрал. Чому можна було уходить в лес? Мені всі казали. Все село казали, що... Тобто, короче, все село. Тобто, ну подожди, все село вам братья. У вас братів, сколько братьів? Вот вам говорить село, выгони брата. Ну, как вот, я не понимаю. Все село вам говорило. Не, ну просто получается так хитро. Он не говорит, выгони брата. Он говорит, брат, ти живи, но живи так, щоб ти нам не мешал. Потому що к тебе там і привыкли, тебе некуда девать. Но якщо ти вдруг придумаєш, що ти тут будеш с кем-то жить, ще раз прижатися своєю жизнью, то треба согласувати цю кандидатуру з нами. Мало того, що з нами, со всім селом. Щас все село собереться і скажуть, як ми будемо хату робити. Понимаєш? Тут, наверное, работает українська така черта чиста. А що люди скажуть? Вот у нас є таке. Я понимаю, що і... Ну, в мене це теж де-то є. В нашій країні так принято. Думати, що о тебе скажуть соседі. Но мене зараз волнує совершенно другое. Сереж, і боже, це прекрасно. Це найкращіше чувство, яке може бути. Ваша с вашей женой близість сексуальна, це теж дуже дуже добре. І я розумію, що вам в мене добре добре. Але я коли-то теж так думав. Коли мені було 15, 16, 17, 19, до 20 років, я був уверен, що це до смерти. Потім, повері мені, становилось тільки краще. Тобто, теж кожного року було краще, ніж предыдування? Кожного нового відносини. Я не к чому ви призываєте Сергея? Я не к чому. Я не к чому. Тому що на сьогоднішній день, він її любить. Взрослый мальчик, у нього є дом, який му достатньо від родителей. І він хоче з цією жінчиною «Попытаться построити отношения». Я це не осуждаю. Йому не дають. Просто, мне кажется, Влад имеет в виду, що йому не з чим сравнивати. У нього, в принципі, понимання даже нет. Подождите, Дима, даже если я кажу, що це мальчик, извините мене, данный вариант для нього оптимальний. Це найкращий вариант. Тому що, якщо цей мальчик знайдет другу дівчу, то буде катастрофа. За ним ухажують, його любять. Тут, извините мене, два, може бути три в одному. Тобто, шанса повзрослеть у нього нет? Ну, почему же нет? Есть, время-то впереди еще есть. Тут, понимаете, в чем катастрофа? Смотрите, сидит старший брат. Вот отца нету. Но старший брат ему не показал, как утвердить себя в глазах той самой женщины. Вот он совершил этот страшный поступок. Извини меня, Сережа, ну нельзя. Ну, искалечил ты себя. Чем ты этого добился? Ну, не надо больше так делать. Потому что ты можешь доказать то, что ты хороший, и это все имеет право быть, вот, допустим, твой брак, твои отношения, каким-то успехом. Ты докажи им всем, что ты имеешь право на этот брак, что вы лучшие. Сама Любовь Яцев говорит, что ей плевать на общественное мнение. Главное, чтобы Сергей был рядом. Здравствуйте, Любовь. Спасибо, что пришли. Прошу, присаживайтесь. Раковая женщина. Здравствуйте. В первую очередь я хочу звернуться до тебя, Вася. Что? Я хочу сказать, что так, как твоего брата я люблю, так, как я его доглядаю и забочусь, поверь мне, так никто не будет дбать, заботиться, как я. Понимаешь ты это? Понимаю. Слава Богу. Слава Богу. Когда вы познакомились с Сергеем? Мы познакомимся два года назад. Два года назад. Чем он вам приглянулся? Ну, как? Понимаешь, это он не обратил на меня внимание. Я не обратила, потому что подумала, Боже, ну, разница велика. А почему вы на эти отношения согласились? Он такой сочувствующий, такой характер, он сочувствует, понимает так все, поддерживает, готовит указать помощь. Ну, и так, ну, какое-то сердце до него, знаете, расположилось. Может быть, оно так и получается, я, может, для него действительно была, как принцесса. Была, и, может быть, и есть так. Вот мы здесь слышали много обвинений в ваш адрес, что вы женщина гулящая. А это правда? Нет. Нет, я бы не сказала, что такие говорят про меня. В моем селе я такого не слышала, что сказала, вот ты гулящая, вот ты пьющая. Да, на всю миру. Да, если я куру, ну, то да. Это правда. Я не скрываю. Если я деколи там выпиваю, ну, праздники, дни рождения, там, свадьба. Ну, скажи, пожалуйста, ну, это что, противозакону? Я что-то нарушаю. Да вообще, в принципе, когда ты бухаешь в синюху, ты ничего нет. Классное оправдание. Я тоже не сказала бы. Я не зло вживаю алкоголем. Нет. Как давно вы развелись? Мы развелись в 2008 году. С 2008 года вы живете без мужа. У вас были какие-то отношения? Быть может, был гражданский брак? Сожители? Да, был гражданский один. Мы жили и не жили. Мы встречались. Так, гости приезжали. Не то, чтобы мы уже жили окончательно. У вас просто были какие-то отношения? Ну, такие просто. Ну, встречи там. Ничего не было такого серьезного. А скажите, как вы вообще отнеслись к тому, что Сергей себя поджег? Я отримала сразу шок. У меня был такой шок, что я... Хочете верить, хочешь нет? Все пару дней я отходила от этого шока. Я сказала, лучше требовало... Ну, на словах, как-то. Ну, не самопедпадом. Он говорит о том, что вы его как-то вот к этому подтолкнули. Ему нравится это. Вы намекнули, что боитесь, будто бы он вас оставит. Феерично доказывать. И он решил вам это доказать, что вы для него самая значимая женщина. Да, так он, типа, думал... Хочешь я, как якудза в Японии, в честь признательности, так мизинец отрубаю? А есть же такое, типа, там, якудза, это же великая мафия японская. Не знаю, есть ли они сейчас, но раньше были. И у них там что-то было, там, запровинившийся и так далее, там, что-то в честь верности и так далее. Они пальцы себе отрубывали. Думаю, что все-таки разница велика. Может, все время он меня оставит, там, типа, найдет молодшую, все. Хотя он мне сказал, набагато ранее, мы говорили с ним. Он сказал, мне не требует никого. Вообще, мне не требует, хай бы какая-то была молодая. Ну, я говорю, никогда в жизни никого так не любил, как тебя. Б. Такая, ты понимаешь, куда понимаю, конечно. Люди осуждают. Люди меня не понимают. Это был первый способ вот так вот радикально вам доказать свою любовь? Так и да. То есть он себе вены не резал, нож к животу не приставлял? Нет, нет. Нет, нет. Нет, до живота нет. А вены? Ну, хотя бы были такие, знаете, как такая, звички у него, что, чуть что за ножа, ой, я зараз себе там тость. Так, ну, так все делают, поэтому это не считается. Просто за ножа брать, сейчас себе рубан, все так делают. Я сделаю. Ну, а бывало, что так вот чеканет. Да, да, что так чеканет, там глубиной в 3 сантиметра, что там, ну, так чуть-чуть там чеканет. Типа попугаи. Это бывало такое, не сприю. А если бы он не там себе чеканул, вы как-то с ним разговаривали об этом? Ну, мабуть, он, я не знаю. Если бы это резал вены, то он, мабуть, попал в вены. Он так слегка. Рубил надрез. Всего-навсего. Типа доказать, что ты мне не смешно. А вам это что? Вам это нравится? Вы все как относитесь. Я, например, против такого доказательства. Люба, есть очень простой способ. Вы ему говорите, не дай Бог себе что-нибудь себе сделаешь, тогда точно жить с тобой не буду. Спитайте, он, Коля сидит, его родители это видели все. Видели, сколько я выплакала. Хай скажи, Коля, так или нет? Расскажи, ты уже видел, что это все. Правда? Коля видел. Да. Дуже, дуже сильно переживала. Я, как мог, так, сирожев друг, как мог, я ее поддерживал. Люба, скажите, я знаю, что ты уже не в лесу. Да. Как долго? Жили мы там приблизительно два месяца. Два месяца? Да. Это прошлая зима была. А прошлая зима не такая. Так вы еще зимой в лесу жили? Зимой, прикиньте. Это было столько снега. Прикинули. И он через каждый день, он ходил в село и на себе тягал то харчи, то воду, вот этими пластмассовыми бутылками, он все это еще на себе. А где вы там в лесу жили? В берлоге? Нет, там хатына такая, лесника. Ну, типа, как одна комната, там печка утопливалась. Лесница. И все. А, ну, то есть они не жили прямо под открытым небом? То есть там был какой-то домик в лесу. Для уходника. Не величка, одна на одну комнату. И печка там есть. Любовь, вы понимаете, что ваш муж имеет право, законное право жить в своей половине дома с любыми женщинами, людьми? Это я понимаю. Есть смысл все-таки потеснить Василия? Я не хочу быть как-то навязчивой, но Сережа действительно, он имеет право на свою половину, какую там частину. Люба, там же сестра, яку все дуже боятся, чего она такая страшная, я не знаю. Что я ей так описываю, что она такая страшная, что ей не можно ничего сказать. А так там, типа, дом на троих, так а сестра тоже там живет? Сказать не доказать. Вы с Василием пробовали договориться? Да мы говорили, общались, но категорично нам был отказ. Сергей, жена твоего брата считает, что у Любы есть совсем другие причины бояться ее и их семьи. Она может запросто раскрыть тебе глаза на супружескую неверность твоей жены. О чем идет речь, давайте узнаем у Валентины Яцев. Здравствуйте, Валентина, прошу присаживаться. Люба, какая любовь? Если он лежал в лекаре, позвонил в лекаре, сказал, что мы тебе лахи привезли, ему лахи привезли. Я пошла до той дуси, до Колиной мамы, стукала, стукала, кругом хаты ходила. Никого там вообще не было. Я пошла с той стороны от города, стукала, потім стичилася, вообще не стукала. И слышала в хате, что двое людей говорят. Ты сказала, что я сейчас открою. Ты вышла в зал, где это векно, открила. Что там, что там на себя что-то накинула? Кто в хате? В смысле накинула? Ты что, хоть сказать, что я гола была? Ты не гола была, но ты вышла до векна, и что, чи кофту, чи что-то на себя на плечи накинула? Ну. Да, я спросила, кто там в хате есть, открой. В хате был Коля, он меня растопливал, приносит дрова, рубал, все, вносит воду. Да, 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 Коля был. Десять в день вечера, там на ночь Коля был. Ты чего нашугала? Оля, приедете? Подождите, подождите. Ты сказала, приедете Оля, вы сделаете тебе темную. Вы сейчас обвиняете Любу в том, что пока Сергей был в больнице, она ему изменяла с Колей? Ну так получается, Валя, ты вот, бейся Бога, ты чуешь, что ты говоришь? Бейся Бога, он мне помогал, дрова рубал, и при твоих очах он же рубал тебе дрова. Коля, скажите. Сбухай, это что? Ну, девять в день вечера, рубал не робот. Коля, вы находите Любу привлекательной женщиной? Коля поплив. Да. Да. Да, приятно. Но не настолько, чтобы изменить своему другу, чтобы, как-то сказать, с нами могли быть какие-то между нами стосовки. То есть, если бы она была немножечко лучше, вы бы изменили. А так она для вас достойный кандидат, но не настолько, чтобы изменить. Ну, мы очень дружим с Сирожей. Я не настолько, чтобы эту дружбу портить. Так он же в больнице был. Никто бы не узнал. Ну, помогать, помогаю, всегда им все. Это правда то, о чем говорит Валентина? Что в тот момент, когда она пришла в тот дом, где находилась Люба, вы там тоже были? Да. И какое-то время она стучала в разные двери, в разные окна, и никто не выходил? Так. А что вы там делали? В группе топил. А почему свет не включили? Там нет света. А, там нет света? Нет. Ни света, ни газа. И что вы там делали? Ну, я распалил. Что сделали? Ну, распалил, растопил плит. А сидели, общались, говорили, курили. А скажите, почему сразу не отреагировали на стук в дверь? Трусы одевал. Ну, перед тем, было так, что сказала Серожева сестра, чтобы она выбиралась из села. Потому что, если она приедет, то все будет паршиво всем. То есть, со стороны сестры Сергея поступила угроза о том, что надо выметаться из села, да? Да. И поэтому вы думали, что это как раз-то сестра и приехала? Да. Валентина, скажите, вот то, о чем говорит Николай, это, ну, как минимум звучит разумно? Не разумно. Почему? Вона его втягла в кредит, не взяла в кредит. Кого его? Серожев, Люба. Вона его с теми руками заставляла купать сливки и садить садок. Руки в рак. Не, не, никто не заставлял. Она заставляла, негодная. Жена заставляет мужа взять кредит. Негодяйка. Да какое же она имела право? А если бы вы своего мужа заставляли взять кредит? А у вас есть кредит? Потому что вы бы хотели, чтобы ваши дети жили лучше. Валентина, у вас есть кредит? Если у нас есть, то мы его выплачиваем. Есть у вас кредит? Каждый месяц он платит. Мне можно, ему нельзя. А муж огород вскапывает? Ну, врубляем так, как в селе. Так я тогда не понимаю, в ком же вы обвиняете... Да все в селе говорят, все в селе говорят против нее, чтобы она молодого пацана обкрутила. Все в селе против нее, чтобы она вообще пошла звезды, пошла. Подождите, если бы он в парня влюбился, вот не дай бог, так его бы камнями там забросали или что? Я не понимаю. Да, да, однозначно. Вы понимаете, что могло бы быть гораздо хуже, если бы у него не Люба дома жила, а Любомир. Как тогда вы бы на это реагировали? А что хуже? А раз до Гирша Зары. И по всех селах, в том селе, что она раньше жила, все Зары молятся там, что она вообще, слава богу, что она пошла звезды. Потому что она не решила, потому что она не решила. А откуда вы знаете? Знаю. Откуда? Люди говорят. Люди говорят. Люди говорят в селе. Люди в селе говорят. И пока вы были в гримёрке, к вам заходило много мужчин. И скажу это сейчас на всю страну. Мне надо верить? Димочка, кстати, очень ответственный мужчина. Всё, что он скажет, всему верят в этой стране. Он её любит. Она вышла за него замуж официально. Она с ним живёт. Она жила с ним в этом лесу, в этой старожке. Она не отстояла своё законное право жить в доме, где живёт Василий. В чём её выгода? Он молодой парень. Так это не в чём? Это его единственный типа а-ля плюс, да? То, что он просто моложе других, ну, уже извините. Её выгода. Она хочет, чтобы он зарубил. Я спр... Ага. А она выпила, там, покурила и... Ну, кто конкретно с ней выпивал? Он, Коля. Часто? Опять Коля. Ну, Коля по виду вообще... Коля, единственный человек, в чьей семья как-то адекватно отреагировал на их отношения, тоже попал в эти же новости. Но Коля Серёжин друг, а не её друг. Колю тоже надо теперь из села выдворять. Да? И маму Коли тоже. И маму Коли тоже. Старую сводницу, между прочим. Это у них там притон видно. То, что мы видим. Мы видим только одно. Вы с вашим мужем защищаете своё право жить на той территории так, как вы привыкли. Вам не выгодно, чтобы он был с какой бы то ни была женщиной. Понятное дело, что люди более взрослые, более опытные и способны им манипулировать. Вам бы было выгодно, если бы у него появилась молодая девочка, которую бы вы сказали цыть, стоять, бояться. Ты тут никто и звать тебя никак. И она бы была очередным, как это, батраком вашей семьи. А пришла тётка, взрослая, которая решает свою жизнь так, как она хочет. И если бы она была вот той змеёй, которую вы сейчас пытаетесь представить, она бы уже жила в вашей хате. Скажите мне, Валентина, почему вы не верите в то, что это любовь? Не верю. Почему? Я раньше себе такого не любил. Он через неё, или как там было, ножа себе в ногу всадил. Летом было, что рана гнила ножа. То шею себе взял, скрутив. Всё через неё, и все люди говорят. А шею как себе скручивают? Не знаю, он в лекарне лежал. Два дня лежал в лекарне, и на другой день в лекарне пошёл. И упал с гориха. Причём тут я? Единственное, что у него есть, чем он обладает полностью, это его тело. Он сам. И он жертвует единственным, что у него есть. Хорошо, что не тем, что есть у вас общего. Если бы он ещё вашу хату в честь любви её заполыть, я думаю, было бы веселей. Это немножечко попросту. Спасибо за идею. Люба, сегодня ваша двоюродная сестра приехала к нам в студию. Она считает, что молодые мужчины – это страсть, которая тянется на протяжении всей вашей жизни. Ведь каждый последующий ваш муж моложе предыдущего. Наталья Катюк. Добрый день. Двоюродная сестра. Что вы знаете от кого своей двоюродной сестре, что рассказывать? Я, вы знаете, я с Викистом в серии живу. Я вам сейчас расскажу, что люди кажут. Слушайте внимательно. Я сестра. Я заходила в хату туда, до Ганники, с ромейтатом, послом. А у нас там с Русланом всё было. Что значит была с Русланом? Ну там сексом занимался. А Руслан это кто? Это мой одноклассник. Ну, а в чём проблема? Женщина с мужчиной занимаются сексом? Да у неё столько мужиков было, тут вам не передать. Давайте вот по порядку. Вы видели, как Люба занимается сексом с Русланом. Ну, сколько лет Руслану? 19 лет. А Любе тогда сколько было? А Любе десь было до 40. До 40? Да. Ну, Руслана имеет право заниматься сексом? Люба, что скажете? Руслана знаете? Не знаю. Секс с Русланом был? Был. Был? Был. Хорошо, дальше что? У нас сколько раз её мужиков было? И Саша был. И человек? Нет, ну Саша это отдельная история. Про Сашу мы понимаем. Саша муж. И Вася был кривенький, с гранивки сей. Кривенький? Сколько у нас столько не было. Ваня, Вася, да? Да. Кривенький? Знаете? Знаю. Знаете Васю? Кривенького, да? С Васей у вас секс был? Ну, мы встречались, да. Смотрите, вот женщине 45 лет. Я не удивлюсь, что в её жизни были мужчины, с которыми она занималась сексом. В чём здесь криминал? Кривенький, потому что у нас уже столько мужиков было. Сколько? Сколько вам лет? Мне 21. 21 год. Сколько у вас было мужчин? У меня только за всё своё життя 2 человека было. Те, что сейчас живу с человеком 3 года. Итак, у вас в 21 было двое мужчин? Да. А у неё в 45 сколько? Дуже много было. Ну, сколько? Ну, сейчас мы установили только Васю и Руслана. Что ещё? Саша 6 есть. Саша? Нет, Саша это её муж. Саша 5 человек. Нет, муж не считается. Слушайте, ну, давайте мужа и считать не будем. Это вполне нормально, что у женщины был секс со своим мужем. Так, Юра. Есть. Вася. Есть. И Руслан. Руслан. Есть. Хорошо. Три. Дальше. У вас два, у неё три. Пока что отрыв невелик. А вот скажите, вы вообще ей сестра? Да, вы Юрия сестра. А вот вы считаете, что сёстры так поступают, как вы поступили? Вы пришли... Поступаю я не я. А вот скажите, почему вы так поступаете? Что лично вам она сделала плохого? Знаю, все входные. Все люди просто-напросто вздеваются и смеются. Люба, кого ты нашла? Но вы же сестра. Вы по идее, вообще-то должны её поддерживать и любить. Там вселився говорить. Ваше село, одно и второе её ненавидят. Это может быть жаба, зависть, всё что угодно. Вы ей завидуете? Наташа, Наталочка, а вы Пугачёву осуждаете за выбор Галкина? Она с ним уже 16, по-моему, лет живёт. Алла Пугачёва, знаете, такая из певицы. Да. 30 лет разница, ещё больше, чем, ну, и живут люди, и двое детей маленьких. У меня тоже двое детей было, у меня дети погибли, и что дальше? Злые вы люди, я вам скажу, честное слово. Мне напросто не нравится, любят, что... У меня было двое детей, и двое погибло. Козно шла. Ну, а мне не нравится то, что вы книги не читаете. Что дальше? Вот мне не нравится, что вы не читаете книги. Мне не нравится, что вы не знаете английский язык. Разве это повод вас осуждать, унижать, сполочать против вас людей? Вы их осуждаете, потому что вам это не нравится, да? Мне нравится, да. С датом сколько раз мы им встречались, по-перше. Все с жизнью было нормально, мой тат, сколько на него кошки выкидал. И дни три по трое, сколько с ней раз ехали. Скажите. Ваш отец влюблён в любую, я правильно понимаю? Да. И вы ревнуете, что ваш отец покупает подарки, ухаживает за любой, пытается ее добиться. Я вам скажу, в чем она так проспинается. Потому что она хотела, чтобы я за ее тата вышла замуж. А мы это уже зрозумели. Да? То есть это ревность. Знаете, это очень странная ситуация. Если честно, я лично не очень одобряю такую разницу в отношениях. Но то, что делаете вы, это гораздо хуже из глупости, нелепости и бреда в ваших поступках в разы больше, чем в отношениях между Сергеем и Любой. Бреда от этого никому же нет. Кто пострадал? Сережа. Сережа. Давайте спросим у Сережи. Пострадал? Нет. Ты счастлив с ней? Я счастливый. Что так? Сережка, а теперь задай вопрос Любе, когда полтора года назад она меня подпоила и затянула в постель. Это было, Люба? Или нет? Что? Кого? Кого? Меня. Да? Юлка, если она так... Это было. Действительно, это было. На такое пошло... Когда вы в гудечке жили? Юра, не обманю. Когда вы в гудечке жили, тогда оно не было. Подожди, так ты только рассказывал на початку, что она такая и старая, и страшная, и просто... Она меня споила и... Роковая женщина, я живу, споила и затянула молодого. Потянула в постель. Ой, 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 потягнула. Это неожиданный поворот, давайте поговорим об этом поподробнее. Ужасовка, Барбара. Ну и как? Ну, не знаю. Я им машине закусил. В смысле не знаешь? Ты не помнишь? Я не помню, но я помню... Ты, может, в селе рассказываешь. Это неожиданно. Хорошо себя показал. А тогда Серёжка поехал на точку по спирт. То есть пока Сергей поехал за спиртом, ты занимался сексом с женой своего друга? Да. Хорош друг? Вот только я не пойму, это минус кому? Тебе или ей, на твой взгляд? Мне. Тебе? Вот такой ты братец друг. И ей. Друг за порог, а ты к его жене. Молодец. Так, может, ты начнёшь с себя, перед тем, как обвинять кого-то, разберись в себе, почему ты так поступил с другом? И вот что теперь будет в твоём селе, где будут знать, как ты обходишься с друзьями? И с их жёнами. Я посмотрю, как твои приятели и знакомые будут оставлять с тобой на 5-10 минут своих девушек. Я уезжаю за границу, я здесь почти не бываю, на Украине. Всё. Пока у нас вот такая вот мораль у людей, а мне плевать, потому что я уезжаю, вот у нас и будет то, что происходит вокруг. Юра уезжает за границу, ему всё равно. Вы остаётесь. Хотелось бы узнать, это правда или нет? Это произошло, наоборот. Не я его затянула, не я... Было, но это он мне. Я его подпоила, это было наоборот, Юра. Не обманюй, хоть Бога побейся. Он вас подпоил? Да. Секс был? Да. Какая женщина? Сергей. Что скажешь? Ну, ты знаешь об этом? Знаю. А откуда узнал об этом? Ясно. Ну, мужчинка сказала. То есть призналась? Да. Принял? Я... Она меня признает через посредственно. А почему она в этом решила признаться? Совет замучала. Ну, я по-моему, все писано, это всё знал бы. Поэтому она решила в этом признаться сам? Как ты это воспринял? Ну, чтобы было, то все нас отнимали. Сейчас мы стали свидетелями того, как оба как-то прибеднялись и валили вину друг на друга, но... Мне кажется, для того, чтобы что-то произошло, всё-таки нужны усилия обоих, как минимум. Мне кажется, взрослые люди вот так говорят друг на друга, это она, а она говорит, да это он. Ну, как-то несерьёзно совсем. Но, Влад, ты знаешь, я хочу сказать одну простую вещь. Но факт остаётся в том, что при том, что оказывается, что Любу хочет и папа Наташи, и друг один, второй, третий, но она такая ужасная, её просто надо... Она такая ужасная. Так, ребята, так давайте... Она такое вытворяет. У неё такой там уже опыт. ...вечи своими именами. Да, она нам нравится, но повезло, Серёжки. А вот ты привычка изменять мужьям. Почему вы это делаете? Ну, напевно, потому что меня первый начал изменять. Типа, как-то начал мстить мужчинам. Кто вам первый изменил? Первый мой человек. Первый муж? Да. Он мне сделал очень больно. Но стало такое, что я его покинула из-за того. Это была серьёзная причина. А сколько вам было лет в тот момент? 36-37. То есть уже под 40. И у вас уже были практически все ваши дети. Люба, скажите, до этого момента, пока ваш муж вам не изменил, вы были нормальной женщиной, жили в семье. У вас не было мужчин, любовников, ещё кого-то. То есть это была травма, понимаешь? Это была травма и очень большая. Ваш первый муж сегодня тоже в нашей студии. Что произошло между вами и зачем он приехал, давайте узнаем. Сейчас он свою историю расскажет. Александр, встречайте. Боже, мы собрали всех. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Буквально несколько мгновений назад ваша бывшая жена поделилась с нами тем, что вы сделали ей больно. И именно это послужило причиной вот такого поведения. Какая может быть правда? Вы изменяли своей жене? За 20 лет жизни, общей жизни, я и не изменял ни разу. А вот Люба говорит, что изменяли. Я не знаю, что ей кто наговорил, но этого я не знаю. Ты же жив с другойю тогда. Я тогда не жив. Жив. Нет, не жив. Жив с другой. Не жив я с другой. Ты сказал до меня, я не могу её кинуть, потому что она много для меня чего-то значит. Это были твои слова. Я с ней не жил. Но когда ты сказала, что мы будем расходиться, тогда я уже начал искать себе другую женщину. Не обманив. Я ей не изменял, я говорю правду. Я ей оставил всё хозяйство, что у меня жили за 20 лет. Подождите, а кому ей вы оставили? Это детям вы оставили? Мы детям оставили, а не ей. Детям. Так она его всё пропила. Как она его пропила? Мужчинами. Корову пропила. Свиньи пропила. Пробухала корову. Пропила. Конь, лошадь. Ту, что я купил. Тоже пропила. Тоже пропила. Всё хозяйство вынесли, всё пропили. Она и курточки, всю одёжу забрала. Мне дети рассказали. Куди забрала? Я не знаю. Они просят. Я ехал сюда, они плакали за тобой. Я хочу, чтобы она вернулась к детям, потому что её очень дети просят. И они просили меня. Сойди с ней и жить. Пропила корову. И вам Люба нужна? Да. Вот это женщина на расхват. Я её никогда не... Я постоянно, всю жизнь я её любил. Да. Сколько я был сам. Вы сюда приехали для того, чтобы предложить Любе вернуться вместе с вами. Создать семью. Старые всё перечеркнуть и начать всё с на ново. Хорошо, а Серёжа там старшим чином будет? При чём здесь Серёжа? Серёжа может найти себе молодую... Люба, вот вы услышали предложение вашего будущего. У меня до тебя, пойми, никаких чувств, он не имеет. Я люблю Серёжу, он любит меня. Как я могу с тобою жить дальше? Люба, Люба, у тебя сколько было мужей в отсутствии меня? Ну, это мой законный. Законный? Законный. Сколько у тебя незаконных было? Я не питаюсь, сколько у тебя их было. Когда ты была с Василием, ты хотела быть со мной. Ты говорила, я буду с тобой. Но только Василий обратно выбежал и забрал тебя от меня. Вы сейчас говорите, что вы хотите вернуть Любу. А где вы были все эти годы, пока Люба искала себе нового мужа? Где вы были? Почему вы не жили и такой трепетный отец? Дети плакали, хотели, чтобы вы вернули мать. Почему вы не сидели дома со своими детьми и не ждали, когда вернется ваша блудная мать? АПЛОДИСМЕНТЫ Как женщина женщины, я вам хочу сказать, Люба, вы звезда. Ну, честно. Из точки зрения сексологии. Молодой человек и женщина, которая его старше на 20 лет, они по темпераменту идеально подходят один к другому. Такое очень часто случается. И для Сергея на сегодняшний день, как я вижу, это способ самоствержения. Мне понятно, например, почему взрослые люди, в особенности с учетом того, что мы знаем Украина, село, общественное мнение очень сильно давит. Непривычно, когда молодой человек хочет жить с женщиной с такой большой разницей. Другой вопрос, что Сереже все время говорят, что она и с этим, и с тем, и с вот тем, и, конечно, он как мужчина, он хочет все-таки обладать вами единолично. Вы, как жена, тем более женщина, которая старше, вы остановитесь вообще? Я думаю, что в этом проблема. Кроме, я расписалась, а я остановилась. Все, вы уже не изменяете им. Ребята, у вас есть отношения. Я позволю себе сомневаться в том, что это навсегда. Но, если это настоящая любовь, она кажется намного сильнее, чем любые слова. Сереж, тебе отдельно. Я почему-то думаю, что самая лучшая и самая яркая у тебя еще впереди. Поэтому береги себя. Да, ну, вот такая вот у нас получилась история. Какая роковая женщина. И Сережа, и много разных мужчин. Что скажете? С радостью прочитаю ваши комментарии, буду благодарен за лайк. И увидимся в новых выпусках один за всех. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok